В этом видео хочу обратиться ко всем преподавателям Библии, пастырям, проповедникам, всем тем, которые изучают и преподают Библию по индуктивному методу, по материалам миссии при сеп-министре, силе служения и наставлениях. Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 31 стихе написано так, что тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит, что истинные Его ученики – это есть те, которые пребывают в Его Слове и которые пребывают в Его Слове, в изучении Писаний для того, чтобы познать истину, чтобы познать истину, потому что таким образом эти люди становятся свободными, свободными от греха, эти люди растут духовно, эти люди могут служить в Евангелии во всем потенциале, который они имеют. И мы знаем, что первые христиане в Иерусалиме, христиане Первой Церкви, они пребывали в учении апостолов каждый день. Эти люди каждый день собирались для того, чтобы учиться. Также во многих других местах, к примеру, в Эфесе, когда была образована церковь, Павел в школе тирана, там он учил верующих каждый день. Каждый день христиане там встречались, и через этих людей вся эта область большая в Римской империи, Асия, все люди в этой области услышали Евангелие. Это изучение Писаний, это должна быть духовная дисциплина каждого христианина, и каждый христианин должен пребывать в изучении Писаний. «Тот, который полагается только на воскресные богослужения и на воскресную проповедь, этот человек духовно не может расти». И об этом написано в послании Якова, где говорится, что тот, который только слушает Слово Божие, он видит природные черты своего лица, то есть он видит свое духовное состояние, но когда уходит из церкви, он тотчас забывает. Почему? Потому что он не изучает. Каждый христианин должен быть на богослужении, слушать проповеди, слушать Слово Божие, но продолжать дальше изучать и должен изучать каждый день. Теперь, дорогие братья и сестры, которые преподаете по этим учебникам, я хочу дать вам несколько наставлений, как это делать. Вот я в руках держу учебник, который называется «Живешь ли тем, что говоришь?». Это учебник по посланию к Ефесянам. И это из серии сорокаминутных курсов. В каждом из этих курсов у нас есть много таких курсов на разные темы. И теперь есть и по Евангелию от Марка. Есть, к примеру, курс «Как построить крепкую семью». «Хочешь быть учеником Иисуса Христа, будь готов заплатить цену». «Небо», «Ад» и «Жизнь после смерти». Или многие другие темы есть. К примеру, что говорит Библия о сексуальности. Каждый из этих учебников построен так, что в нем есть шесть уроков по сорок минут каждый из этих уроков. Эти учебники, они не имеют домашних заданий. Так что те преподаватели, которые преподаете по этим учебникам, они не преподаются по плану, не готовят план. Просто по этим учебникам надо проходить с людьми, проходить одновременно. Все вместе изучают. В этом учебнике есть все тексты, все нужные тексты, все вопросы для обсуждения. То есть вам не нужен отдельный план для того, чтобы преподавать этот учебник. Вы просто должны проходить с ними и вести обсуждение. Ваша роль – вести обсуждение по этому учебнику. Этот учебник люди не изучают дома самостоятельно, чтобы потом приходить. Нет, это без домашнего задания. Люди приходят с этим учебником. Вы даже можете сохранить эти учебники у вас дома, или в церкви, или где вы захотите. И когда люди приходят, каждый забирает свой учебник, и вы проходите этот урок. И все библейские тексты, они уже включены здесь. И там же есть и вопросы, и места для того, чтобы записывать ответы, их мысли, чтобы они записали там их ответы. Но еще раз говорю, я услышал, что некоторые преподаватели готовят план преподавания. Они дают студентам на дом заполнять учебники, потом они ведут по плану. Нет, дорогие, не надо этого делать, потому что вы тогда усложняете. И вы просто не ведете эти библейские курсы, вы не ведете по тому той идее, тому концепту, который они были созданы, чтобы ввести обсуждение в классе. По плану ведутся учебники из этой серии. Я держу в руках учебник по посланию Галатам из серии «От наставления к наставлению». Это самое глубокое изучение курса, которые помогут вам изучать глубоко Слово Божие. И вот по этому курсу изучается послание к Галатам. В этих учебниках уже могут быть разное количество уроков. Вот, к примеру, в послании к Галатам уроков занятий здесь семь. Но каждое занятие разделено на пять рабочих дней. Так что вы, и рассчитан так, что каждый студент в этой группе, тот, который изучает по этим курсам, и хорошо после того, как вы пройдете один курс такой, чтобы вы начали уже заполнять, изучать по этим курсам. Когда начинаете с людьми, я вам советую первый урок в начале, чтобы вы заполняли. Заполняйте в начале столько, сколько вы успеете за одно занятие, допустим, за один час. Вы успеете... А, как построены эти уроки? Каждый урок, каждое занятие разделено на пять рабочих дней. Это так, чтобы помочь людям дисциплинировать себя, чтобы помочь людям следовать этой духовной дисциплине, изучать каждый день. И учебник, урок рассчитан так, что каждый студент дома делает свое домашнее задание. И после того, как все заполнили дома этот урок, они приходят на обсуждение. И лидер, или преподаватель, он ведет обсуждение по материалу, который дома изучали все. Поэтому на первой встрече я вам советую, чтобы вы заполняли в первом занятии столько, сколько вы успеете, чтобы они, все студенты, поняли, как нужно работать с этими учебниками, а после уже оставить им то, что вы не успеете в классе, чтобы они закончили дома. Допустим, там один-два дня им останется. И когда они вернутся уже, раз в неделю вы будете встречаться. Тогда, когда вы встречаетесь на изучении, вот тогда вы уже будете обсуждать, и вы ведете по тому плану, который вы подготовили. И мы в Институте по индуктивному изучению Библии мы готовим вас, мы учим вас, как нужно вести уроки по этим учебникам. И если вы... У нас есть 102 таких филиалов этого института во всей Евразии. Есть в России 15 таких филиалов. На Украине тоже есть много таких филиалов. Также в других странах есть филиалы. Поэтому вы зайдите на сайт eurasia-pricep.org. Он должен появиться где-то внизу. eurasia-pricep.org. Он также будет и в описании этого видео. Вы зайдите на этот сайт и ищите, где есть институт поблизости от вас, ближе всего, в самом ближайшем городе к вам. И посмотрите, когда будут там сессии, когда вы можете поступить в этот институт, чтобы вы там прошли подготовку, чтобы мы там научили вас хорошо, как изучать по этим учебникам и как вести занятия. Хочу сказать тем, которые ведут по этим учебникам. Некоторые из вас, увидев, что имеете в группе людей, которые не делают домашнего задания, вы решили заполнять учебник только на этих недельных встречах, когда приходят все. Не делайте этого, дорогие, потому что таким образом вы отучаете людей от той дисциплины духовной, к которой мы хотим их приучить. Мы хотим научить людей, чтобы они изучали каждый день, чтобы они приходили с этим уроком, заполненным, выполненным заданием, чтобы обсуждали. Если вы начинаете заполнять урок в классе, тогда уже никто не будет делать этого домашнего задания. Вместо того, чтобы вы помогали им расти, наоборот, даже тем, которые были дисциплинированы, вы приводите их к тому, что они откажутся от этой духовной дисциплины изучать самостоятельно. Поэтому не делайте этого, не заполняйте урок всегда в классе. Нет, пусть они дома заполняют, а вы в классе делайте с ними. Если видите, что много людей в группе не заполняют учебник, не делают домашнего задания, может вам хорошо еще один день в неделю или добавить там еще один час. Допустим, вы проводите урок, делаете маленький перерыв, выпейте чай, кофе, и после этого заполняйте один день в следующей неделе, заполняйте, чтобы им осталось только четыре дня дома делать. И таким образом все люди приучатся и будут это делать, будут заполнять учебник. Советую вам делать семинары. Можете делать семинары двухдневные, трехдневные, чтобы вы проходили по этим учебникам столько, сколько вы успеете, а потом уже в группе, чтобы они проходили. Мы так делаем в церкви Буновестиря, в Кишиневе, в той церкви, где я служу пастором. Вот буквально через два дня мы пойдем на семинар. В пятницу вечером начинаем и будем изучать первое послание к фессаламитийцам. Начинаем в пятницу вечером, суббота целый день, и воскресенье целый день будем изучать столько, сколько мы успеем. А потом уже продолжим этот же курс делать в церкви. Еще раз говорю, очень важно, чтобы все люди, все верующие, все христиане научились серьезно и изучали очень глубоко Писание. Тогда, когда мы изучаем Писание, тогда мы растем духовно, тогда мы освящаемся, тогда мы можем устоять перед любыми искушениями, тогда мы становимся зрелыми в нашем мышлении, в том, как мы делаем служение, в том, как мы говорим с людьми, и в том, как мы отвечаем на все случаи жизни. Вот так, дорогие. Да, поможет вам Господь делать это, и да, поможет вам вести эту группу. Если вы еще не ходите в группу по изучению Библии, обязательно найдите одну такую группу и пойдите на такую группу. Если у вас нет такой группы, и чувствуете, что Бог призывает вас к этому, тогда приходите, ищите институт в вашей области, поступайте в этот институт и подготовьтесь там так, чтобы вы начали такую группу по изучению Библии у вас, в вашем городе, в вашем доме, там, где это возможно. Да поможет вам Бог сделать это. Субтитры создавал DimaTorzok